Сегодня в студию телекомпании «Июнь» поступил звонок от неравнодушной горожанки. Междуреченку испугала опасность затора. Вера Фефилова выехала со специалистом Крикеуса. Подробности далее. Большая река. Лед поднялся высоко, прямо на берег скоро выйдет. К нам в студию звонят жители города, и у них возник вопрос. Почему в этом году река замерзла немного необычным образом, и даже чуть-чуть беспокоятся горожане, боятся затором? В этом году действительно температура у нас недостаточно низкая была, небольшой минус, максимально до 20 опускалось. Сначала установился первый лед, потом наступила оттепель, вода поднялась. Поэтому река Уса так отреагировала на перепады температур. Лед начал двигаться. Уже произошла небольшая подвижка, опять все это остановилось на существующих островах, и получились своего рода торосы. Такого на реках города не было много лет. Видимо, поэтому горожане испугались необычного для нашего края явления природы – торосов. В некоторых местах они преграждают путь воде. Стихия ищет новый. Получается, что жителям нечего бояться, что такие торосообразные явления не представляют никакой угрозы. Вода, да, действительно сейчас не поднимается. Подвижка льда не предвидится. Между обломками льда может быть вода. Переходить реку сейчас опасно. Это нужно делать только в специально оборудованных местах. Нагромождение льда растянулись на несколько километров. Едем проверить ледовый покров в районе стадиона Томусинец. Ледостав вот этот торосы мешает нам сейчас полноценно сделать переходы. Но, тем не менее, работа ведется. Переход обустраивают вручную. Спортсмены присоединились к работе. Прорубают дорогу для техники. На другом берегу – влагу. У лыжников – трасса. В ближайшее время переход освидетельствует государственный инспектор по маломерным судам. Всего в Междуреченском городском округе откроют семь пеших ледовых переправ. Две – на станции Лужба. Вера Фефилова, Михаил Чеканов, Игорь Докучаев. Новости Плюс.